сентябрь месяц почти лето но увы как и не грустно расставаться с летним сезоном пора готовиться к зимнему какие выбрать шины все чаще мы слышим от автовладельцев наш партнер в своих лучших традициях заранее завез зимние покрышки самое время сделать обзор шин начнем с новинок matador cyber ice 2 думаем это будет одна из хитовых шин сезона вы только посмотрите на рисунок да это же гисловед 5 нордфрост впрочем не удивительно учитывая что за этими брендами и matador и гисловед стоят немцы континенталь отличная погрышка а ее принадлежность к третьему эшелону то есть бюджетному сегменту выдают только обычные круглые шипы однако как тут не вспомнить предшественницу 1 cyber ice он отлично показал себя в наших ледовых тестах покрышки хорошо цепляются при старте а как держит машину в поворотах и это на обычных круглых шипах прошедшего зиму я отъездил именно на этих шинах и убедился что matador cyber ice отличная бюджетная модель и главное по-прежнему в продаже поэтому мы рекомендуем эти шины для всех автовладельцев однако и сам гисловед обновился нордфрост 200 вот она преемственность поколений не зря у нас в кадре две шины с барского первоэшелонного плеча конте а из контакт новинки достался рисунок протектора а вот шипы пожалели у continental более цепкий бриллиант притом вклеенный гисловеду и клей не положен и шипа проще ну а наши тесты говорят гисловед плохих шин не делал и предыдущие покрышки были хороши так что и nord frost 200 смело рекомендуем всем автовладельцам в этом сезоне широко представлены японские шинники то я и не то если модели головного концерна то я можно было здесь встретить в продаже и в прошлом году то второй эшелон не то новинка обратите внимание на эти покрышки про них стоило бы рассказать подробней но в рамках обзора это непозволительная роскошь отметим лишь что японцы уверяют что дополнительное сцепление на льду эти покрышки дают за счет скорлупы грецкого ореха который добавляет в резиновую смесь модель обзов g3 ice первоэшелонные шины которые можно ставить и на иномарке премиум сегмента кстати по продажам одни из лидеров впрочем в первом эшелоне борьба не шуточная данном ныне стали стопроцентно японцами если до этого 50 процентов акций принадлежали американцам гудир то теперь все сто процентов японской сумме тома в нашем обзоре модели winter ice 01 и 02 конечно 02 более свежая модель и она как правило лучше предыдущий однако мы отметим агрессивный протектор 1 и опыт автовладельцев показывает что она отлично работает в снегу отсюда наши рекомендации любителям рыбалки дачникам кому важна проходимость третий японский бренд в нашем обзоре это и к гамма и отметим возвращение модели f 700 z у нас двоякое отношение к этой покрышке дело в том что она не блеснула в наших тестах и мы рекомендовали ее тем кто хочет импортные шины известного бренда и относительно недорогие однако сейчас выпуск этой модели возродили в россии на заводе и как гамма в липецке и уверяют что шина стала лучше более свежая модель ай g35 это в тестах нам понравилось больше тем не менее для нас и к гамма это японский середняк по разумной цене а это любят многие автовладельцы среди первоэшелонных европейцев отметим конечно финнов nokia их хиты хакапелита 7 и 8 по-прежнему одни из лучших зимних шин на заснеженных и ледовых дорогах мало кто с ними сравнится однако мешает амбиции цена высока и поэтому продажи падают такова наша статистика тем не менее у финнов огромный плюс это бессрочная гарантия то есть пока протектор не износится до 4 миллиметров покрышка будет на гарантии такого бонуса пока не дает никто второй эшелон у финнов это нордман удивительно продажи просили и у этого бренда а ведь покрышка то очень хорошее рекомендуем всем владельцам как наши так и иномар пирелли вот они сливки европейской шинной промышленности притом их модель ice zero по достоинству оценили продаются очень хорошо и это не случайно прямой конкурент это хакапелита 8 но если финна традиционно проваливают характеристики на асфальте то итальянцы здесь хороши поэтому рекомендуем эту шину тем кто много ездит в городе притом пирелли отвечает и на финскую гарантию своей хотя у итальянцев она годовая тем не менее вот вам покрышка сразу видно что установка была с бешеной скорости разжевала резину почти по кругу а предварительным был вот этот прокол гарантия пришлось кстати без проблем заменили эту шину на новую здесь стоит вспомнить и американцев гудер тоже дает гарантию на свои покрышки и тоже годовую притом их модель ice arctic просто великолепно показала себя в наших тестах настолько великолепно что удосужилась первого места объехав и данлоп и якогаму и прочих соперников рекомендуем для всех в том числе и для премиум автомобилей отличная шина вспомним и новинку прошлого сезона маршал мы тогда объясняли что это ребрендинг переименование корейского бренда кумха такой ход покупателям пришелся по душе шины показали хорошие продажи рекомендуем в первую очередь для владельцев корейских машин для которых кумха он же маршал является заводскими то есть родными шинами ну а как же наши шинники а здесь лидирует кама отметим модели во-первых 519 рисунок один в один как у nokian хакапелиты 4 во-вторых ирбис и в третьих виате да несмотря на явно итальянское название шина наша и выпускается на нижней камском шинном заводе при том есть и липучка камские шины рекомендуем для тех кто хочет сэкономить но получить реально зимние покрышки а вот у бренда кардиант другие амбиции они готовы тягаться с импортом на равных отметим их модели snow cross snow макс и липучку winter drive производитель относит эти модели первому эшелону а вот в бюджетном сегменте иставляют tunga nordway кстати пользуется очень хорошим спросом у автолюбителей отметим и наших братьев белорусов белошина в народе белки модель арт-моушен примечательно что и липучка и шипованная шина имеют одинаковый рисунок убил шины амбиции не меньше чем у кардиант липучку рекомендуют для авто среднего и бизнес-класса ну достаточно на сегодня шин думаем и так неплохо вас загрузили выбирайте